в этой части мы продолжаем работу выполняем 3 соединительные петли после окончания предыдущего ряда затем 3 воздушные петли подъема и столбик с одним накидом вершинку столбика предыдущего ряда под арочку два столбика с одним накидом 3 воздушные петли в эту же арочку два столбика с одним накидом вершинку следующего столбика два столбика с одним накидом с одним основанием затем 5 воздушных петель столбик без накида под арочку снова 5 воздушных петель столбик без накида под следующую арочку 5 воздушных петель столбик без накида под следующую арочку и снова 5 воздушных пропускаем три столбика вершинку 4 выполняем два столбика с одним основанием затем под арочку два столбика с одним накидом 3 воздушные петли и в эту же арочку два столбика с одним накидом вершинку следующего столбика два столбика с одним накидом с одним основанием затем 5 воздушных петель столбик без накидом под арочку 5 воздушных столбик без накида под следующую парочку снова 5 воздушных столбик без накида в следующую парочку и еще раз 5 воздушных петель и мы повторяем пропускаем три столбика вершинку 4 провязываем два столбика с одним основанием затем под арочку выполняем два столбика с одним накидом 3 воздушные петли и в эту же арочку два столбика с одним накидом а вершинку следующего столбика два столбика с одним основанием италия снова чередование 5 воздушных петель столбик без накида под арочку снова 5 воздушных столбик без накида 5 воздушных столбик без накида 5 воздушных мы пропускаем три столбика вершинку 4 провязываем два столбика с одним накидом под арочку два столбика с одним накидом 3 воздушные петли и в эту же арочку два столбика с одним накидом и в вершинку столбик от два столбика с одним накидом с одним основанием и так мы будем вязать до конца ряда я провязала 5 воздушных петель и заканчиваю ряд выполняю соединительную петлю третью воздушную петлю подъема ряд готов снова 3 соединительные петли 1 3 3 воздушные петли подъема столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда затем два столбика с одним накидом под арочку 3 воздушные петли снова два столбика с одним накидом под арочку и вершинку следующего столбика два столбика с одним накидом с одним основанием далее 7 воздушных петель получается одну арочку из 5 воздушных мы пропускаем а в следующую выполняем столбик без накида далее 5 воздушных петель следующую арочку столбик без накида и снова 7 воздушных мы также арочку из 5 пропускаем затем пропускаем три столбика и в вершинку четвертого провязываем два столбика с одним основанием затем два столбика с одним накидом под арочку 3 воздушные петли в эту же парочку еще два столбика с одним накидом и два столбика с одним накидом с одним основанием уже в вершинку следующего столбика и затем снова 7 воздушных петель мы снова арочку из 5 пропускаем а в следующую выполняем столбик без накида далее 5 воздушных петель следующую арочку столбик без накида и снова 7 воздушных мы снова арочку из 5 пропускаем пропускаем три столбика вершинку 4 как ранее провязываем два столбика с одним накидом затем два столбика с одним накидом под арочку 3 воздушные в эту же арочку еще два столбика и вершинку следующего столбика два столбика с одним накидом с одним основанием так мы будем выполнять до конца ряда заканчиваем выполнение ряда не провязала 7 воздушных петель и выполняем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема затем как в предыдущих рядах 3 соединительные петли 1 2 3 далее 3 воздушные петли подъема и столбик с одним накидом вершинку столбика затем 2 столбика с одним накидом под арочку 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом под эту же арочку вершинку следующего столбик от 2 столбика с одним накидом с одним основанием далее 3 воздушные петли затем под арочку из 7 воздушных петель необходимо провязать 4 столбика с одним накидом далее 5 воздушных петель и в следующую арочку из 7 воздушных петель также провязываем 4 столбика с одним накидом затем 3 воздушные петли мы пропускаем 3 столбика вершинку 4 выполняем 2 столбика с одним основанием затем два столбика с одним накидом под арочку 3 воздушные петли в эту же арочку еще два столбика с одним накидом и вершинку следующего столбика 2 столбика с одним накидом с одним основанием и мы повторяем 3 воздушные петли под арочку из 7 воздушных петель 4 столбика с одним накидом далее 5 воздушных петель и уже в следующую арочку из 7 воздушных также 4 столбика с одним накидом далее 3 воздушные петли пропускаем 3 столбика вершинку 4 провязываем 2 столбика с одним накидом затем 2 столбика под арочку 3 воздушные петли в эту же арочку еще два столбика с одним накидом и вершинку следующего столбика два столбика с одним накидом с одним основанием и так мы продолжим вязать до конца ряда заканчиваем выполнение ряда я провязала 3 воздушные петли и остается выполнить соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема работу над мотивом мы закончили ниточку я обрезала давайте посмотрим что у нас получилось такой получился у нас мотив и сейчас я промеряю ширину полотна ширина мотива 52 сантиметра мы должны с вами будем выполнить еще один такой же мотив но без последнего ряда и при выполнении последнего ряда мы соединим наши два мотива между собой мы продолжаем работу я выполнила второй такой же мотив но без последнего ряда то есть я только начала выполнять последний ряд и мы будем с вами выполнять соединение по боковым частям полотна соединять мы будем в трех местах вот угловые арочки из трех воздушных петель нашего готового мотива мы мотивы должны сложить изнаночной стороны вовнутрь вот таким образом смотрим чтобы рисунок совпадал то есть вот наш ананасик а вот наши вилочки и вот начинаем с этого места соединять вместо арочки из трех воздушных петель я сейчас выполняю 1 воздушная петля накид на крючок ввожу крючок в арочку готового мотива и провязывая столбик с одним накидом это первое присоединение дальше мы вяжем по узору 1 воздушная петля и мы вяжем последний ряд во втором мотиве под арочку выполняем два столбика с одним накидом и затем два столбика с одним накидом с одним основанием уже вершинку следующего столбика далее снова 1 воздушная петля выполняем накид на крючок снова берем готовый мотив вот арочка из трех воздушных петель вот хорошо она видна под эту арочку вводим крючок провязываем столбик с одним накидом присоединились второй раз затем 1 воздушная петля и продолжаем вязать последний ряд провязываем под арочку 4 столбика с одним накидом 1 3 4 далее вместо арочки из 5 воздушных выполняем 2 воздушные петли 3 накида на крючок берем наш готовый мотив вот наша парочка из 5 воздушных мы развернули как и ранее изнаночной стороны к себе вводим крючок под эту арочку и провязываем столбик с тремя накидами мы присоединились далее 2 воздушные петли мы продолжаем вязать последний ряд эту арочку мы пропускаем следующий выполняем 4 столбика с одним накидом снова 1 воздушная петля накид на крючок берем готовый мотив после четырех столбиков вот наша парочка из трех нее мы вводим крючок и выполняем столбик с одним накидом далее 1 воздушная петля продолжаем вязать последний ряд 3 столбика пропускаем вершинку 4 выполняем 2 столбика с одним накидом и под арочку два столбика с одним накидом затем одна воздушная петля снова накид на крючок и снова присоединение под арочку из трех воздушных петель мы вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом присоединились далее 1 воздушная петля продолжаем вязать последний ряд под арочку два столбика с одним накидом вершинку столбика также два столбика с одним накидом с одним основанием и сейчас мы посмотрим что получается вот так наши мотивы мы соединили между собой дважды столбиком с одним накидом затем столбик с тремя накидами и снова столбики с одним накидом и мы продолжаем и повторяем наши действия сейчас провязываем одну воздушную петлю накид на крючок и снова вот мы должны эти столбики пропустить арочка из трех в нее выполняем столбик с одним накидом затем 1 воздушная петля мы продолжаем вязать последний ряд под арочку провязываем 4 столбика с одним накидом далее две воздушные петли 3 накида на крючок снова берем наш готовый мотив вот наша арочка из 5 воздушных петель в нее вводим крючок и провязываем столбик с тремя накидами присоединились продолжаем вязать две воздушные петли и снова мы эту арочку пропускаем и уже в следующую провязываем 2 столб 4 столбика с одним накидом затем 1 воздушная петля снова мы присоединяемся вот хорошо видны 4 столбика мы пропускаем делаем накид на крючок под арочку из 3 воздушных петель будем крючок провязываем столбик с одним накидом 1 воздушная петля и далее по узору пропускаем 3 столбика вершинку следующего провязываем 2 столбика с одним накидом с одним основанием и теперь под арочку два столбика с одним накидом 1 воздушная петля накид на крючок и мы выполняем последнее присоединение вот наша угловая арочка в нее мы будем крючок и провязываем столбик с одним накидом 1 воздушная петля также провязываем 2 столбика с одним накидом под арочку и далее 2 столбика с одним накидом с одним основанием вершинку же следующего столбика присоединение по этой стороне полотна мы закончили посмотрим что у нас получилось мы с вами выполнили боковое присоединение с одной стороны полотна дальше мы должны будем продолжить работу и выполнять последний ряд в нашем втором мотиве при этом провязав 6 угловых арочек раз два три 4 5 6 это будет верхняя часть полотна нашего изделия и начиная с 7 арочки ее я отметила маркером мы с вами выполним второе присоединение нашем полотне выполнять присоединение мы будем точно так же как и в первый раз давайте повторим вот я связала 4 столбика с одним накидом теперь выполняю одну воздушную петлю накид на крючок сложили мы наши мотивы как и в первый раз и ты на ночной стороной вовнутрь и вот в угловую арочку готового мотива вводим крючок и выполняем столбик с одним накидом далее 1 воздушная петля маркер уже убираем и продолжаем вязать последний ряд во втором мотиве провязываем в эту же арочку два столбика с одним накидом а затем два столбика с одним накидом вершинку следующего столбиком затем 1 воздушная петля снова накид на крючок нашим готовом мотиве вот арочка из трех воздушных петель под нее вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом снова 1 воздушная петля продолжаем вязать последний ряд провязываем 4 столбика с одним накидом затем 2 воздушные петли 3 накида на крючок и следующее присоединение под арочку из 5 воздушных петель мы провязываем столбик с тремя накидами то есть мы выполняем соединение точно так же как и в первый раз продолжаем я повторю что мотивы наши сложены изнаночной стороной вовнутрь по рисунку я провязала 4 столбика сделала одну воздушную петлю теперь выполняем накид на крючок и под первую угловую арочку выполняем при соединении затем 1 воздушная петля и мы продолжаем выполнять последний ряд во втором мотиве маркер мы можем уже снять под арочку провязываем 2 столбика с одним накидом и затем два столбика с одним накидом уже вершинку следующего столбика выполняем одну воздушную петлю накид на крючок и следующее присоединение вот арочка из 3 воздушных петель и под нее вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом затем воздушная петля продолжаем вязать последний ряд 4 столбика с одним накидом под арочку 2 воздушные петли 3 накида на крючок и в готовом мотиве под арочку из 5 воздушных петель мы провязываем столбик с тремя накидами то есть мы выполняем точно так же как на противоположной стороне полотна и так делаем симметрично мы закончили выполнение соединения наших мотивов вот так она выглядит нам остается довязать часть уже последнего ряда в нашем втором мотиве мы с вами выполнили боковые соединения с двух сторон полотна вот с одной стороны точно такой же с другой стороны при этом в нижней части полотна у нас осталось четыре свободные угловые арочки а в верхней части полотна таких арочек мы оставили 6 мы продолжаем работу и сейчас с вами посмотрим как правильно выполнить верхнюю часть нашего изделия одну вторую часть я уже выполнила то есть выполнила обвязку обращаю ваше внимание на то что верхней части изделия мы с вами оставляли 6 свободных арочек по центру полотна у нас ложится узор ананас и теперь три арочки из 6 на той стороне которой мы будем выполнять обвязку будут участвовать в обвязке а также нам необходимо будет начать работу с 4 арочки это та угловая арочка в которую мы выполняли боковое присоединение вот первая арочка с которой мы начинали присоединение и 3 свободных и сейчас к посмотрим как выполнить верхнюю часть изделия и мы приступаем к первому ряду обвязки вводим крючок под угловую арочку я повторю это арочка в которую мы выполняли боковое присоединение захватываем рабочую ниточку выполняем одну воздушную петлю подъема и затем еще 6 воздушных петель далее вот наши 4 столбика с одним накидом в первой выполняем два столбика с одним накидом с одним основанием точно такие же два столбика выполняем в следующий столбик далее 3 воздушные петли и снова два столбика с одним накидом с одним основанием и таких же два столбика уже вершинку следующего столбика предыдущего ряда провязали затем 1 воздушная петля и мы повторяем в первый столбик из четырех следующих также провязываем два столбика с одним накидом с одним основанием затем еще раз два столбика с одним накидом с одним основанием 3 воздушные петли точно так же два столбика с одним накидом с одним основанием в третий столбик и точно так же выполняем в четвертый столбик провязали затем 6 воздушных петель в угловую арочку сейчас провязываем столбик без накида снова 6 воздушных петель и мы повторяем вот у нас следующие 4 столбика и точно так же мы в каждой провязываем два столбика с одним накидом с одним основанием выполнили в 1 во второй затем 3 воздушные петли и теперь два столбика на третьем столбик точно так же на 4 затем воздушная петля и снова наши четыре столбика выполняем точно так же в каждой по два столбика с одним накидом с одним основанием затем 3 воздушные петли продолжаем выполнить как и ранее затем 6 воздушных петель следующая углова арочка в нее столбик без накида и снова 6 воздушных петель и мы повторяем снова в каждый столбик по два столбика с одним основанием 3 воздушные петли и продолжаем точно так же 1 воздушные петли и выполняем снова в каждый столбик по два столбика с одним основанием далее 6 воздушных петель и и уже в последнюю угловую арочку мы сейчас провязываем столбик без накида мы с вами выполнили первый ряд обвязки вот что у нас получилось и далее приступаем к выполнению второго ряда сейчас я выполняю 5 воздушных петель работу переворачиваю изнаночную сторону к себе и теперь будем выполнять следующим образом в столбик без накида мы должны выполнить четыре столбика с одним накидом с одним основанием провязываем 1 2 3 4 затем 3 воздушные петли в этот же столбик провязываем еще два столбика с одним накидом и затем два столбика с одним накидом уже под арочку вот так выглядит то что мы выполнили сейчас 3 воздушные петли далее мы должны провязать два столбика с одним накидом с одним основанием пропустив 1 2 3 столбика выполняем на четвертом затем два столбика с одним накидом под арочку 3 воздушные петлю под арочку еще два столбика с одним накидом и затем два столбика с одним накидом с одним основанием уже вершинку следующим основанием уже вершинку следующего столбика 1 воздушная петля и сейчас на повторяем пропускаем три столбика вершинку 4 провязываем 2 столбика с одним накидом затем под арочку два столбика с одним накидом 3 воздушные в эту же арочку еще два столбика с одним накидом и и уже вершинку следующего столбика также два столбика с одним накидом далее провязываем 3 воздушные петли и под арочку из шести воздушных провязываем 2 столбика с одним накидом затем над столбиком без накида также два столбика с одним накидом с одним основанием 3 воздушные петли и вершинку того же столбик а еще два столбика с одним накидом и следующих два столбика уже под арочку снова 3 воздушные петли и мы повторяем мы пропускаем три столбика вершинку 4 провязываем два столбика с одним накидом затем два столбика под карточку 3 воздушные два столбика под карточку следующие два вершинку столбика 1 воздушная петля и снова выполняем те же действия 3 столбика мы пропускаем вершинку 4 выполняем два столбика с одним накидом затем два столбика под арочку 3 воздушные 2 столбика под карточку и два столбика над столбиком 3 воздушные петли сейчас выполняем под арочку из шести воздушных два столбика с одним накидом следующие два столбика провязываем вершинку столбика без накида далее 3 воздушные петли вершинку того же столбика еще два столбика с одним накидом ну и затем два столбика под карточку итак мы провяжем до конца ряда заканчиваем выполнение второго ряда я провязала два столбика с одним накидом под арочку из шести воздушных и два столбика с одним накидом воздушную петлю подъема и сейчас в эту же петлю подъема необходимо провязать еще четыре столбика с одним накидом выполнили теперь 5 воздушных петель и и мы снова работу переворачиваем приступаем к выполнению третьего ряда и провязывать будем следующим образом мы три столбика пропускаем над четвертым выполняем два столбика с одним накидом затем два столбика с одним накидом под карточку 3 воздушные петли под эту же арочку еще два столбика и и затем два столбика вершинку следующего столбика с одним накидом далее три воздушные петли мы все повторяем три столбика пропускаем над следующим выполняем два столбика с одним накидом затем два столбика под парочку 3 воздушные два столбика под парочку и два столбика с одним накидом с одним основанием уже вершинку следующего столбика далее 1 воздушная и снова мы три столбика пропускаем и над четвертым провязываем точно так же как и ранее затем под арочку 3 воздушные петли 2 столбика под парочку и 2 столбика вершинку следующего столбика далее у нас будет 3 воздушные петли и снова мы повторим наши действия и так мы провяжем до конца ряда мы заканчиваем выполнение третьего ряда и сейчас под арочку я провяжу два столбика с одним накидом а затем вершинку следующего столбика также два столбика с одним накидом далее необходимо будет сделать 5 воздушных петель работу перевернуть и приступить к выполнению 4 ряда мы с вами провязали 3 ряда все последующие ряды выполняем как третий всего таких рядов 12 я продолжила работу всего как ранее уже говорила я выполнила 12 рядов это со стороны полотна переда точно так же я выполнила со стороны спинки но провязала только 11 рядов и при выполнении последнего 12 ряда мы с вами присоединим между собой полотно переда и спинки я перевернула полотно к себе той стороны где я буду выполнять последний 12 ряд и вот я уже провязала 4 столбика по узору далее вместо арочки из трех воздушных выполняем одну воздушную петлю и под первую арочку готового полотна ввожу крючок и выполняют столбик без накида затем одна воздушная петля мы присоединились и дальше продолжаем выполнение последнего ряда под арочку 2 столбика с одним накидом затем вершинку 2 столбика с одним накидом далее 3 воздушные петли и мы снова вяжем по узору 3 столбика пропускаем над четвертым 2 столбика с одним накидом и подарочка 2 столбика с одним накидом снова будем выполнять присоединение для этого 1 воздушная петля берем полотно которое у нас уже готово под следующую арочку вводим крючок и выполняем столбик без накида то есть второй раз присоединились и продолжаем вязать 1 воздушная петля под эту же арочку 2 столбика с одним накидом и затем 2 столбика вершинку далее 1 воздушная повторяем три столбика пропускаем в 4 2 столбика с одним накидом под арочку также 2 столбика с одним накидом и снова присоединяемся 1 воздушная петля в следующую арочку будем крючок выполняем столбик без накида 1 воздушная и продолжаем вязать 2 столбика под арочку и 2 вершинку столбика посмотрим что у нас получается вот так между собой мы соединим полотно переда и спинки в три арочки я выполнила присоединение дальше я продолжу соединять в каждую парочку оставив три в конце не присоединенными соединили полотно переда и спинки как ранее я уже говорила три последние арочки я оставила неприсоединенными то есть довязала последний ряд без присоединения и чтобы закончить работу вот мы выполним цепочку из воздушных петель произвольной длины зашнуруем между собой две последние арочки а конце нашей цепочки украсим небольшим цветочком как выполнить такой мотив сейчас посмотрим для выполнения цветочка я набираю цепочку из 4 воздушных петель соединяю в кольцо выполняя соединительную петлю в первую воздушную затем 1 воздушная петля подъема и 3 петли по узору в колечко выполняем столбик без накида далее 3 воздушные петли столбик без накида в колечко 3 воздушные петли столбик без накида в колечко и заканчиваем выполнение первого ряда 3 воздушные петли и выполняем соединительную петлю воздушную петлю подъема мы выполнили арочки под 5 лепесточков и теперь приступаем к выполнению самого лепесточка выполняем соединительную петлю под арочку затем 1 воздушная петля подъема полустолбик 3 столбика с одним накидом полустолбик в эту же арочку и столбик без накида 1 лепесточек готов продолжаем под следующую арочку столбик без накида полустолбик 3 столбика с одним накидом в эту же арочку полустолбик и столбик без накида оставшиеся лепесточки обвязываем точно также мы заканчиваем наш цветочек и выполняем соединительную петлю воздушную петлю подъема наш цветочек готов мы его присоединим к цепочке из воздушных петель ну и теперь ранее связанную цепочку из воздушных петель необходимо подхватив наши крайние парочки втянуть завязать как вам хочется на один край цепочки я уже цветочек присоединила вот сейчас второй цветочек который мы связали точно так же именно в серединку мы выводим цепочку из воздушных петель здесь завязывали завязываем то есть то ли узелочек то ли произвольно таким образом будет крепиться наша серединка мы выполнили одну вторую часть верхней части нашего изделия вторую половину выполняем точно так же сегодня мы с вами научились связать интересную оригинальную кофточку свободного силуэта данная модель подойдет на размеры от 42 до 50 я желаю вам творческих успехов и это